Доброе утро! — На романтике будет завязано? Или на фэнтези? — Нет, не всё. Фэнтези не будет. Сразу огорчу любителей фэнтези. Но романтика имеет место быть. В общем-то, история о любви. Не скажу, что только о любви, но любовь будет присутствовать. И это замечательно, потому что спектакль адресован молодому зрителю. — И написан молодым драматургом, и поставлен молодым режиссёром. — Совершенно верно. Пьеса написана молодым драматургом Ярослава Пулиновича, которая, в общем-то, уже очень успешно ставится по всей России. Но вместе с тем она не утеряла, мне кажется, какую-то такую молодость и проблемы, проблематику, наверное, молодого зрителя. Что касается меня и режиссёра спектакля, в общем-то, я тоже настроен разговаривать с молодёжью на их языке, о их проблемах, о их каком-то понимании действительности и их месте в этом мире. — То есть это будут какие-то такие очень личные дневниковые истории, я так понимаю? — Совершенно верно. Сама пьеса, она по своей форме состоит из монолога главного героя, его дневниковые записи, которые он вёл до и во время, на протяжении спектакля. Он ведёт свой дневник, он анализирует события, происходящие в его жизни. Он мечтает, он фантазирует. Иногда, конечно, в этих мечтах и фантазиях он просто очень-очень высоко куда-то взлетает. Также плавно опускается, хотя не скажу, что всегда плавно, иногда это какие-то падения. — Довольно резко и болезненно. А всё-таки при чём здесь эльфы? — Я не буду все интриги раскрывать, наверное, но отвечу на этот вопрос таким образом. Главный персонаж, он слышит эльфов на протяжении всего спектакля. Он слышит музыку какую-то, слышит голоса. И также слышит несколько, две героини этой пьесы, его возлюбленные. А в финале пьесы он перестаёт слышать вот эти вот голоса. И я, конечно же, говорю не в прямую каких-то голосов. Тут нет никакой патологии, никакой клиники. Речь идёт о каком-то духе романтики, о какой-то творческой составляющей молодого парня. Но в конце, к сожалению, герой предаёт вот этого себя, романтика, себя поэта, себя художника, себя творца. — То есть у истории грустный конец? — Нет, почему грустный? Жизнь продолжается, никто не умирает. Какие-то события, конечно, очень серьёзные происходят в пьесе, ломаются судьбы. Главный герой, конечно же, тому... — Причина. — Причина, да. Но жизнь продолжается, жизнь идёт. — Бестворческая составляющая. Возможно ли жизнь для этого героя? — Ну, видите, я думаю, всё идёт по спирали. Был один виток, будет другое какое-то агрегатное состояние этого героя. Он же не умер, он продолжает жить. Да, что-то в нём умерло, какая-то струнка надорвалась, но есть другие струны. Вопрос в том, количество этих струн, которые он сохранит до конца своей жизни, пройдя её. Вот, наверное, в этом главный вопрос. — Как работается с артистами ТЮЗа? У вас было тоже в лаборатории? — Я не скажу, что легко вообще работа протекает, но с артистами главное, что есть, взаимопонимание, понимание материала и желание копаться, вскрывать этот материал, разработать какую-то серьёзную человеческую историю. Не поверхностно отнестись и просто рассказать сюжет, а всё-таки попытаться заниматься тем, что Станиславский называл «жизнь человеческого духа», и как-то попытаться всё-таки открыть вот эту створочку, какую-то вертикаль построить. — И достучаться до сердец юных зрителей. Спасибо вам большое, что нашли время к нам прийти и рассказать о новой постановке. 20 марта в Пермском ТЮЗе «Слушай, как поют эльфы». Продолжение следует...